Музыка Музыка Как еду здесь, Том, пожалуйста Я тебе хочу сказать что-то единственное Это, да И водитель, по-моему, все Кландус здесь Музыка, потому что на 10 см Должна быть метра 20 см Длина Длина этого парня А ворот совершенно неудобный Сейчас мы его заедем, смотрите Вот выпадает прямо И не повернешь, потому что площадка должна быть Полтора метра перед дверью Короче, тут надо иметь фигурное Катание Кто-то же его сочинял Кто-то же даже Сам человек без помощи не развернул Я хочу сказать что даже я сама Так, сейчас женщина будет выходить Музыка Музыка Я попрошу с нами Музыка Вот мне нужно подняться На вот этот бордерчик Который упирается буквально в колеса И себя затолкнуть Тоже приложить физическую силу К сожалению, я не могу себя затолкнуть На задних колесах И это здание для меня будет недоступным Но она устроена перед пандусом И выходит, что я должна ее преодолеть Как-то попасть на вот этот вот пандус Который уже, ну явно будет тоже недоступным Для меня В общем-то и для кого Я со своей физической кондицией С тем, что я все-таки имею низкий уровень поражения Могу еще встать на баланс И встать на вот эти ступеньки Но мои задние колесы будут убираться И тоже не будут давать возможность Заехать сюда без чьей-то помощи Двери открываются на меня А двери вообще закрыты Подожди Но она закрыта Двери открываются на меня Мне нужно отъехать, выходить назад на эту пандус А потом провернуться на эту площадку И потом заехать Ну, все для людей А в ширине здесь По-русски? Нет, для лучших предметов Теперь самое интересное Мясо Вот сейчас Лепута может несколько часов Писала И это без помощи Нет, я заехала, а потом выйду Ну, а выйти отсюда Ну, вообще-то, честно говоря Ну, честно говоря Ну, честно говоря Легче вот так просто Ну, правда, Андрей разломался немножко Распадался Мне всегда нормально Ну, сюда дома Очень узкая дверь Высокий порог И делаю заказ приглядка А что у вас есть? Вот ко мне девочки выходят И дают там пирожное Либо то, что я заказываю Что у них там есть Хотя там фанкусик деревянный Другой, то одна секунда Там узкие пироги С 2005 года у нас вступили Державные будивельные нормы 2.217, в которых прописаны полностью Все элементы по архитектурной доступности Для людей маломобильной категории населения Для людей с особыми потребностями Когда строился этот, достраивался этот объект Я сразу говорила, что вот где же эти элементы Которые учли бы еще и нашу категорию Потому что мы являемся клиентами Должны являться клиентами Кто проектировал эту достройку Кто ее строил, абсолютно не учил еще и нашу категорию А это есть дискриминация Поэтому, конечно, хотелось бы зайти И повестить свои гости Я вас уверяю Не все такие бедные люди на колясках В общем-то имеют возможность В том числе тут областная администрация К нам в сентябре 22-го числа Должен приехать и повноваться По пробанду лезинвалидности Валерий Михайлович Сушкевич Ну и хотелось чем-то попасть Хотя бы возле администрации Нету ни единого объекта Который был доступен для людей Такой категории, как мы Сейчас мы перейдем от ту сторону Ну, я бы, конечно, запустила Поэтому я рекомендовала Для колясок Бордюр на кроне Его нужно перешагнуть Нужно иметь хорошее сцепление с коляской Чтобы не перекинуться в этот момент Когда ты будешь выезжать Я все ни силы не цепляю за этот момент Не снижаю Почему мы нарушаем правила дорожного движения? Там не проедете? Ну вот я делаю дорогу, бордюр, и ни один, у них не спущенный, на сколько, чтобы можно было проехать. И дом выстроили. Да я тут съеду. Да. А как они на балкон забрались выходить? Не падали. Честно говоря, вот это смотрю, ну вот первое, бордюры. А помогите, пожалуйста, Виталька, ты сам, помогите, пожалуйста, с мужчин. Женщин с мужчинами. Беда. И мужчины-операторы. И вот по всему периметру у нас бордюр. Я вижу, что какой-то пандус есть, как, наверное, все мы видим. Но нужен ли мне этот пандус в эксплуатацию, если я к нему не доберусь? Сейчас будем шукать. Вот это все моменты у нас методом тыка проходят. Куда ж нам пойти? Где нам забраться? И опять плитка такая, что я буду шторохтить на ней. Все будут шторохтить. Антюха, а вы по детству не важно. И снижения мои даже, где холодец он сделал, в этот самый, а тут не могу. Нет, тут сливное есть ям. И что самое интересное, вот скажите, пожалуйста, все, кто вот это идет вместе с нами, мои коллеги. Вот тут бордюр и там бордюр. Честно, трудно, даже с сопровождающим. И там бордюр. Кругом бордюр. А где бандус-то? Где заезд? А ходить сюда, да? А при чем? Есть киренейство. Вот это, что киренейство, это очень результат. Это киренейство у нас. А съезжаем мы вот таким способом, брат, точно так же, вниз. Это позиция. Да. Так, что, едем к следующему корпусу. А вдруг он будет. Значит, там штрафануть на 7 тысяч можно. Женщину за индивидуальный пандус, за туши, надо как-то этот цвет увидеть. А новое здание, которое построено по всем, должно быть построено по нормативам. Ух ты, а это вообще? Значит, если нам нужно будет попасть вот этот вот, не знаю, что это будет, аренда на Поршеву поверси, то нам надо как-то заприхнуть на оцей бордюр, потом проехать до початку того будинка, заехать на оцей пандус, якщо мы будем знать, а тогда же поехать по оцьему тротуарчику. Там здесь кусочек специально для нас. Выполагает дорожку. Но это ты увидела, а я не увидела. Ну, чисто случайно. Я же тройной тулупный только что. Вот такая вот ступенечка, никак. Значит, никаких абсолютно обозначений нет. И тут дребезжание идет. Сейчас Андрюшка будет выезжать. Ноги у меня будут болеть. Кто из девочек будет на каблуках, вот так будет идти, спотыкнется, упадет. Убираюсь. Травма. Не так, что лечишь? Нет, нет. Так. Ну и вот подъезд. Ура! Этот подъезд не длинный валидов. Знаете, ну естественно, что я буду ждать второго пришествия, для того, чтобы не туда порвать. Но мне очень интересно. Хорошо, там есть заезды? Тюрбэр. А вот это пандус? Тикий маленький. Какая в комбарку? Нет, я не знаю. Вот это пандус же ждал следующий подъезд, да? Или что? Блин. Наверное, это единственный. Ну там надо без заезда. Ну, просто уже. Ага, вот есть заезд. Бордюрка, вот скажите, пожалуйста. И там тоже. Да, заезд. Есть заезд. Вот вы все мамы, все папы. И, наверное, помните с детскими колясками. Вот вашей жене поможет этот пандус, если нужно будет на этот барьер поднимать эти коляски, сумки и так далее. Заезжай, Юрка. Чего стоишь? Я думаю, каждый мужчина меня на этот бордюр еще вытащит. Да, он высокий очень, и я не втяну. Дрема, тянет. Коляски 15 плюс миллион. Да, я втяну. Я бы всех присутствующих журналистов попросила зайти в подъезд и посмотреть, где там лифт начинается. Если можно, потому что очень не самостоятельно. Ну лифт с первого этажа, я вижу. То есть до лифта тут добраться. А-а-а-а. В opposite... Парик Великолепно первый А? Не сказать, кто любит. А то тебя снимают Да Скажите, что не тяжёл Опа! О! Вот это да! Раз, два... Пересчитай Раз, полетели дальше Не больно. Нет, линн-7 5, 6, 7, 5, 5... А где лист? Вот вы. Устречал. Мисс. А ну попробуем. По поведению по норме, теоретически мы должны влезть, если все нормально. И там написано в пункте 26, 27, 29, 2 часть и 30 о том, что если случается травма у людей, и человек живет в коммунальной собственности квартиры, то эта квартира должна быть переоборудована. Это пишется в индивидуальной программе реабилитации о том, что ты нуждаешься в переоборудовании, например, там сон и глаз, установки пандуса, установки каких-то технических подъемов и так далее. И тебе за государственный счет с органов социальной защиты предоставляется поручни в ванну, в туалет, на мойке, на ручки, на двери специальные, вы сейчас сжаритесь. То ли турбота, то ли там следующий, да. А в зависимости от того, какое количество бюджета, и тебе за бюджетные деньги делают индивидуальный выход, либо какие-то средства другие вот это подъемы. Каждый из нас имеет свою историю. Кто живет на первом этаже, кто живет без лифта, потому что это только малюсенькая часть собралась тех людей, которые передвигаются на коляске. У кого лифт ломается? Я, честно говоря, до 15-12 была вот в таком состоянии. Я подняла, говорю, исполком на уши, потому что лифт у меня не работал. Я живу на девятом этаже. Это тоже моя история, это тоже моя проблема. И там вплоть до того, что замена даже квартиры. Но когда я получила травму, то мне сказали, даже не мечтайте. Никакой замены квартиры, естественно, что быть не может. Я хочу сказать, что, возможно, в этот дом вселятся люди абсолютно здоровые. Слава Богу. Но такого не бывает, чтобы человек прожил всю жизнь и не имел никаких проблем с здоровьем. Я вот сейчас имела такое счастье, как побывать в совершенно цивилизованном, абсолютно другом мире Соединенных Штатов Америки. И вот у них такой девиз. Мы здоровы всего лишь некоторое количество времени в нашей жизни. И за вот это вот количество времени нам нужно успеть сделать все, чтобы нам было удобно жить. У нас такого девиза нет. У нас, якщо нема бордюра, то ты не человек. Якщо нема узкие двери, то ты вообще не человек. Якщо нема порогов, ступеньки, там, лестницы, то ты ноль. Нам нужно все время преодолевать и преодолевать, преодолевать. Но самое страшное и самое неприятное в этой ситуации, что вот возвращаемся к тому, что эту женщину, о которой резонанс пошел уже по всей Украине, инспекция Державного архитектурно-будовельного контроля оштрафовала на 7 тысяч за все те данные, которые ей сделал проектант и за собственные ее деньги. Вот сейчас у нас объект, ну, явно не ниже четвертой категории сложностей, и инспекция ДБК обязана контролировать от начала проекта, заканчивая уже постройкой. Я думаю, что тут не только штрафов, а даже зауваженные маньяки. Вот эти инспекции ДБК. Тут же штрафы пополнять и пополнять бюджет города. По закону. Что должно быть тут по закону? Сейчас Юра расскажет. А, вы вообще подготовились. В нормативной базе, как бы по ДБНам, это не только для людей на колясках, а для всех групп с инвалидностью. То есть это плохо слышащие, плохо видящие. И не только для людей с инвалидностью. Для пожилых людей, для мам с колясок. Вот. Вот вам по закону. Вы видите высоту этого бордюра, на который не каждый еще мужчина может поднять мой вес. То есть на него въехать. Это начало только всего. Бордюр. Я пришел, все. Они говорят, что готово все, все построено к даче эксплуатации. А я вот приехал, бордюр. Все. Это первый только элемент доступности. Один из сотни, скажем. А вот пандус этот нормативный. Он или нет? Не нормативный. Там не хватает куча поручней. Он без накрытия. На которые зимой, допустим, пошел дождь, как обычно. Знаете, и гололед зимой. Все. На ту горку никто не выйдет на коляске. Это точно. Вот. Норматив. По нормативам тут... Да, вообще почти ничего не понятно. Один наклон пандуса может быть. И все. И все. И это нужно померять еще. Смерять длину и высоту его, чтобы узнать реальный наклон. Больше я не вижу тут нормативного абсолютно ничего. По закону застройщик должен обеспечить вам такие условия, чтобы вы самостоятельно. По закону застройщик, но не застройщик должен жить. Застройщик отвечает. Но надо усилить контроль за выполнением этих норм. Кто за этим смотрит в городе? Куда они вообще смотрят? Ну, уже не говоря о том, что там ступеньки есть подъезды. Я же не знаю. Да, это... До лифта там свободно. До лифта там свободно. Ага. Ну, слава богу. Вот это... А ширина дверей лифта какая? Да, да. А ширина дверей лифта какая? Да, да. С Андреем... Он проходит когда. Ну, проходит. Я просто не хочу вам перечислять все нормы, которые тактиные полосы, чтобы не зрячий. И куда выход. Все, где было обозначено. Я вам сказал, что она похожа. Близко к норме уклон. Все. Большой ничего. То есть на глазок сделано? Наверное. Скорее всего, что на глазок... Есть... У людей есть вот такие книги. То есть застройщик, он пользуется какими-то строительными нормами. Мне интересно, они туда вообще когда-нибудь смотрят? Это так уже, знаете, крик души. А теперь смотрите. А если, не дай бог, тут еще пройдет человек с проблемами зрения. Либо незрячий человек. Он обязательно ударится в эту машину, и скорее всего, он и будет виноват. У него, скорее всего, штрафуют этого незрячего. Поэтому должны быть выделены стоянки, строго очерченные, со строгими регламентами. Для нас такие стоянки тоже должны быть в ширину не меньше, чем 3,5 метра, с определяющими, как для полиции, в руки, да, все или на велосипеде, за воду, даже проехали. Может быть, у кого-то будем устраивать, может, спрашиваться с людьми. Но я, как бы, чуть не портала. Я, возможно, захочелось бы говорить. Ну, но она еще передвигалась, тогда получается. Ну, я тогда передвигалась на костылях, как строила дом, отрабатывала там, получила знакомый квартир. В 2008 году взяла разрешение построить пандулу, потому что уже я 14-е год, как на коляске. Ну, я даю вам... А на коляске инвалидность? Ну, инвалидность 71-го года у меня. Ну, 12 лет, не, вот будет уже 14, как я сижу в коляске после этого. И возвращается квартира шкоперативно, понятно, потому что я ее сама купила. Государство, мне бы не дало. И прошу теперь же, чтобы помогли построить пандулу. Ну, в 2008 году, когда мне дали разрешение, мне дали 200 гривен рейс-полком на постройку пандуса. Так было в письме указано. Выдаётся допомога на постройку пандуса в размере 200 гривен. Сколько нужно было вам? Сколько нужно, никто не спрашивал. Они дали, чтобы я за 200 гривен построила. Ну, прошло 4 года, когда они пишут мне письмо, что я не по назначению их истратила. Ну, истратила эти 200 гривен. Хотя до меня никто не пришел и не спросил, что я делала. Выезжали, помогали, депутаты приходили, сказали, мы построим, только нас выберут, мы построим. Ну, строят до сих пор, да? И вот последнее письмо, которое я обратилась снова. Чему? Потому что шкоперативная Коперативная считает, что город бюджетный. Это самое. Вот я вам привезла специальное письмо, чтобы вы, ну, и подчеркнула, где написано, что в бюджет не вкладывается эти деньги, чтобы я могла построить себе панто. Значит, что? Я должна его сама строить за свои деньги, которые я получаю пенсию. Ну, и заканчивается на этом купить. Не то, что там за землю будут еще штрафы накладывать. И заканчивается 7 тысячами штрафов. Не допомагают. А чтобы панто построить, что у нас Лена только построила. Да? 35 тысяч. Следующая история у нас тоже. Ну, говорю, вот это самая счастливая среди нас это Виталий. Это вы на Леваде живете, да? Нет. На Подоле, на Подоле. А почему счастливый? Потому что сносили дом частный. Расскажи. Дом был пацанов. У нас был очень старый бурак. Естественно, никаких удобств. Удобства на улице. Ходили зимой и летом в туалет на улице. Ну, в общем, так было. И потом дом долго-долго собирались сносить. Наконец-то его снесли. И дали квартиры в домом доме. И мне так повезло, что дали квартиру на первом этаже. На первом этаже там очень мало живых квартир. По-моему, в доме всего четыре. И одна из них моя. И когда собирались там делать пандусы, то спрашивали, говорят, как лучше поставить рейки железные или сделать его цементный. Конечно, цементный по рейкам не заедут. Но сделали цементный пандусы. Так что, да, можно сказать, очень повезло. Живем на первом этаже. Вы сейчас самостоятельно можете заехать? Да. В общем и целом, да. Ну а в остальном по городу, если куда надо, то это большая проблема. У вас, Андрюша, с Людой, с мамой? Нет, у нас первый этаж. Мы достроили пандус. Тоже потратили кучу денег своих. О том, чтобы вернуть, не идет вообще никакой речи. Потому что этот дом, он не является собственностью государства. Он является собственностью фирмы. Как бы мы там квартируем, ждем, пока нас может быть выгонят, может оставят. Оставят? Я думаю, оставят. Ну, это да. У земля не удовлетворено. Тоже, если инспекция что-нибудь, либо кто-то пожалуется, штраф они заплатят, как положено. То есть, можем сидеть в клетке, ждать очередного своего согласия, несогласия, либо смерти. Я вот прежде чем... А что вы там сидите далеко? Прежде чем идите к Юре, я хочу рассказать просто быстренько-быстренько историю. Вы когда-то с одними из ваших коллег проходили по улице в 23 сентября. А там же ж, если вы помните, от магазина Коптика, да? И вот там, где очки продают. И туда пошли. Там, смотрите, страшно найти трамплины. Не то, что еще воспользоваться. Там просто, смотрите, страшно. И подходит к нам бабушка и говорит, вот я смотрю, что вы снимаете все, что связано с доступностью. Помогите мне, пожалуйста, решить мою ситуацию. Они с мужем уже пожилые люди. И муж несколько лет не встает с кровати, его парализовало. Он прошел всю войну, он военный врач. Он всю жизнь проработал на скорой помощи. Он награжден государством много раз, потому что действительно добросовестный человек. И вот, что он сейчас может видеть, это кровать, на которой его поят. Кормят, он ходит там в туалет, его бабушка обстирывает и обмывает. И вот этот вот с кровати, момент в окне. Я говорю, я очень прошу их, потому что я же соседей не напрошусь, чтобы они как-то вывезли, чтобы они хотя бы отдохнут. Два года, вот мне такой помнится, что он два года уже не был на улице. Хоть какой-то съезд пускай сделать, хоть какой-то фангус пускай сделать. И мы говорили, что, пожалуйста, включите хотя бы вот это подъемное устройство. Ему там уже, ну, пожилой человек, ему уже всего ничего жить осталось. А потом демонтируете это устройство. Ну вот, все осталось на уровне разговора. Вот мы элементарно не можем подойти. Вот, вот, вот. И этот пускай не захерпит. Мы считаем сильным людей, и стараемся лишать сангуса. Да, мы пытались, мы пытались решить этот вопрос нашему гостю, но на сегодняшний день мы его так по гостями и не решили. Как мне это найдем, если что? То есть, сейчас, сейчас. Пытожди, Андрюш, слушай. Пытожди, мы строили сами за свои деньги, то, пытожди, не за свои, часть своих денег, часть мы занимали, потому что такую сумму денег у нас, конечно, нет. Взяли в долг, будем отдавать. Вот, ну, я хочу что сказать, что несколько только фраз вам сказать, которые я услышала, когда, как мне сказали, если бы меньше бегали по приемам, то бы у вас пандус был. Это одна из фраз. Ну, самая первая у нас была фраза такая, когда я принесла свой проект, сделанный институтом, вот, это значит, и показываю нашим чиновникам, я не буду сегодня фамилии называть специально, вот, значит, что мне сказать. О, у вас шикарный пандус. Это что, машина шикарная? Потом они, значит, говорят, у вас в проекте не пандус, вы меня извините, но я скажу так, как мне сказали, у вас хрен знает что. Это так говорят с нами наши власти, понимаете? То есть, культура общения ноль. Мы не можем друг дружку уважать. Я старалась с ними обращаться, разговаривать на языке закона. Дочка моя, хотя она, наверное, инвалид на коляске, но она законит юридический колледж. И прежде чем идти решать какие-то вопросы, мы прорабатывали все законы. Сейчас мы подготовили полностью перечень всех законов, всех этапов, которые нужно пройти человеку, чтобы построить самому пандус. На сегодняшний день, когда мы от начала до конца дошли, уже полностью все оформили, всех инспекций, всех законов, у меня ушло 55 документов. Это только я, чтобы их получить и сделать, 55 раз обращалась, понимаете? Вот. Теперь мы еще такой... Это мы все выложим в интернете для... Это по времени? Сколько у вас заняло? Ну, мы начали, начали, значит, в начале 2015 года и вот закончили в июне в этом году. Вот. Значит, я почему... То есть, мы почему с Аллочкой сделали все эти... Всего у нас получилось 15 этапов, которые должны пройти, но и хорошо, что мы вместе и мы трошки разбираемся в законах, да? Ну, а если человек сам, вот ему реально самому оформить всю эту документацию, выслушать все эти слова, которых было очень много, я просто не стала их всех... Только потому, что мы просили, значит, я готова была за свои деньги увеличить ширину лоджии. У нас лоджия метр восемнадцать, где-то она у нас вот заканчивается вот так. То есть, в родину, в коляске, да? Вот. Длина коляски, да? Длина коляски с ногами метр тридцать. Вот, видите, коляска сама методольская, 10 сантиметров наступает в ноги, да? Метр тридцать. У нас лоджия метр восемнадцать. Нет, просто, вы не понимаете? Да. Понимаете? И мы просили всего нам 60 сантиметров нам увеличить, разрешить увеличить нам вот эту вот лоджию. Это все по нормам разрешено. То есть, тамбур должен быть, ширина тамбура, не меньше метр пятьдесят. Это все в нормах, это все по закону. Не то, что мы там... Перед мелью должен быть разворот не меньше, чем полтора метра. И когда я стала этот вопрос поднимать, я не говорю, вот вы же не захотели. Я говорю, ну, понимаете, что мы, говорю, не помещаемся. Все помещаются, а вы нет. Ну, ребята, как можно решать с такими чиновниками, по-другому я их не могу назвать, если даже тут и показываешь. Они все равно не видят и не понимают и не слышат. На сегодняшний день по доступности, которые законов у нас 13 штук, это и международные... ...и одного человека, который построил для себя, а за собой сотни таких случаев ненормативных, они почему-то не видят. Вы говорили о том, что у каждого свои истории. И вот эти вот моменты, которые дам, сейчас обговариваются и говорят, что вот... А почему вот вам такое надо? И когда мы добивались коляски... Вот вы видите, у нас немножко разные все коляски. Тут жесткая рама, да, вот нет такой... Крестовины, а у людей еще есть такая крестовина. Это ортопедические коляски, это коляски активного типа. И коляски активного типа, они очень тяжело внедрялись у нас в Украине. Зачем вам нужны такие коляски? А вдруг они травматичны? И так далее, и так далее. И вот, да, судили за членами министров. Люди из министерства на такие коляски делали то, что флешмобы. О том, что эта коляска предусматривается... Как вы видели, я могу на ней спрыгивать с бордюров, я могу запрыгивать тоже на какие-то... Я могу становиться тоже на баланс. Если бы у меня была более такая физическая мобильность, то я могла бы даже подняться на ступеньки. Наши ребята такое делают. Вот. Но мы каждому тогда объяснение такое давали. Вот. Давайте на всех наденем кирзовые сапоги. Они же тоже функциональны. У них можно кругом ходить. А что же вы не ходите кругом кирзовых сапогах? Давайте нуждаться в банусах. Мне говорили... Вот я персонально не занималась, потому что секретарь комитета доступности до сегодняшнего дня была в отпуске. Но я собиралась подойти к ним. О том, что за последние пять лет было построено два индивидуальных бануса. Я, насколько помню, это всего лишь один на одной скотинации. Возможно, еще две индивидуальные банусы. И там было больше около 300 тысяч. Может, дом на Станиславского считают? Сопротивятся. Я буду с мыслями обучивать и спаться. С которыми мыслями я буду прощаться. Спасибо.